Мир вам, братья и сестры! Мир братьям и сестрам, тем, которые слушают в эфире, вместе с нами молятся и поклоняются и любят Господа. И меня Господь спас, как пела молодежь, что Господь явил свою жертву и спас, и каждого оправдал. И меня нашел в этом мире, и меня оправдал. Я хочу сегодня говорить немножко вначале о молитве, потом о другой теме. В воскресенье я услышал, есть ли у нас мозоли на коленях от того, что мы долго молимся. Я сказал нет. И я хочу немножко хоть сказать о молитве. Солом 101, 2 и 3 стих. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой допридет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня». И этот гимн, который пели мы, он тоже говорит нам о надежде, что Господь не оставит. Мы посетили, где человек мог сделать такое искусственное сотворение мира и ковчег, в котором спастся Ной. И это все напоминало о великом Боге. Там можно было увидеть, и когда Адам и Ева согрешили, когда нужна была жертва, нужно было пролить кровь, чтобы укрыться, сделал Господь одежду им, и они укрыли наготу свою. И мы слышали, и молодежь пела о жертве Иисуса Христа. Господь не оставил первых людей. Он спас первый мир от потопа. Вошло 8 душ в ковчег, и к нашим дням мы получили жертву Иисуса Христа, через которую спасаемся и оправдываем нашу жизнь, омываем в чистой Его крови. Хочу прочитать стих, который говорит нам о молитве. Молись, из дома уходя, молись обратно возвращаясь, молись везде, в течение дня, душой с Творцом своим общаясь. Молитвы жаркой нет дороже, в общении с Богом жизнь души, молись в пути, молись на ложе, огонь молитвы не глуши, молись, когда все хорошо, молись, когда беда приходит, молись и верь, Господь еще своих из разных бед выводит. Молись, пока открыта дверь, еще сегодня день спасения, молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления. Прекрасные слова, изложенные в этом стихе. Зачем молиться так много? Мы от молитвы получаем благословение. Господь любит молитвенников, любит молящихся народ. Господь дает им ответ и благословляет их. Еще нет на коленях наших мозолей. Нужно молиться больше и больше. Я понимаю, что я еще молюсь мало. Мало, хотя я молюсь утром на паркете, на кухне, но моя кожа падает от работы, не от молитвы. И когда я не мог склонять колени, Господь исцелил и вернул здоровье. Я могу сегодня склонять колени. Это очень дорого. Чтобы получить благословение, нужно в смирении склоняться перед Господом. Сейчас я хочу перейти к теме, которую я хочу начинать, о благословении. Когда я посмотрел, это очень могущественная тема. Очень много примеров в Библии о благословении. И мы читаем Бытие в 12 главе с 1 по 3 стих «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну. И благословятся Тебе все племена земные». «И пошел Авраам, и с ним пошел Лод». 5 стих «И пришли в землю Ханаанскую». 8 стих «И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». 13 глава, 2 стих «И был Авраам очень богат скотом и серебром, и золотом». Я вижу в этом человеке мирное сердце. Он любит всех окружающих, любит своих родственников. Он мирный человек. Когда поспорили пастухи Лота и Авраама, он дает выбор Лоту. И Лот выбрал в сторону Содома и Гаморы. В сторону этих двух городов всю окрестность очень красивая была, орошалась, как сад, водою. Но здесь написано так, «Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». И мы читаем в 13 главе. 13 глава, 14 по 18 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. и сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу, в широту ее, ибо я тебе дам ее». «И двинула Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Но Авраам услышал, что Лот попадает в плен. Через время Лот попадает в плен. Авраам услышал, что сродник взят в плен, вооружил рабов своих и преследовал неприятелей до Дана, и возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. В 14 главе, читаем с 17 по 24 стих. «Когда он возвращался после поражения, не могу прочитать это название царя, после поражения царя, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шави, что ныне долина царская, имел Сихидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Здесь Бог открылся Аврааму, владыку и неба и земли, после сего поражения. Авраам дал ему десятую часть из всего». В пятнадцатой главе читаем о благословении. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распородитель в доме моем этот Елизер из Дамаска. И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из шрест твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Сколько будет у тебя потомков?» Авраам поверил Господу, и он вменил ему эту праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего вна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. И ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, «Потомство твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Яки Ефрата». Мы читаем эти слова, большую историю о большом человеке, Аврааме. И это все начало, начало благословения. Мы сегодня через жертву Иисуса Христа, через веру уверовали, но Аврааму говорил Бог, и он принимал все верою. Господь меняет ему праведность, меняет ему праведность и дает ему внутри то благословение, которым он благословляет и других, например, как Лота. Он сильно заботился о Лоте, когда Господь уже хотел истребить Содом и Гоморру. Он и тогда хододайствует о Лоте, просит Господа, если там останется мало даже душ в этом городе. Ты спаси, Господи, не накажи, и он спасает семью Лотову. Авраам ходатайственный человек, мирный человек, любящий человек, передающий любовь Бога людям. Где он проходил, какие места проходил, с какими народами встречался, все люди говорили «С Тобою, Господь!» Мы явно видим, что с Тобою Бог. Братья и сестры, как нам получить благословение? Как нам слышать Господа? Через молитву начало благословения. И мы понимаем, что только от Господа благословение, от врага душ человеческих не приходит благословение, хотя оно замаскировано. Замаскировано в прекраснейшем подается виде, прекраснейшей рекламе, но человек должен бодрствовать, чтобы видеть Божие благословения. Этот хитрейший змей, который обманывал, обманул, и он первых людей обманул, и поэтому сегодня еще люди, живя в теле, они сражаются, сражаются и борются, и эта война непростая. Господь хочет дать и сегодня людям благословение. Величайшая жертва Иисуса Христа и величайшая благодать еще на этой земле мы получаем через нее благословение. Через гордость не может человек получить благословение, как возгордился тот ангел, который пал, который Бог его сверг с небес и он стал врагом Богу. Гордость приводит к падению и оставляет человека на погибель. Гордость препятствует всякому благословению. Человек должен смиряться и ниц падать перед Господом, потому что мы Его творение. Авраам поверил Господу и он уменил это ему в праведность. Можем ли мы, братья и сестры, молиться так много, чтобы Бог нас слышал, чтобы мы слышали голос Божий, когда Господь явится и придет во всякое время, то ли в ночи, то ли во время молитвы, чтобы мы могли говорить с Господом, всегда отвечать. Он любит нас и Он ответит нам на нашу молитву. Братья и сестры, мы проходим страдания, болезни, большие переживания. считаем ли мы это благословение, когда мы болеем или когда попадаем в больницу на операцию, когда Господь нас очищает, чтобы мы видели, что делает Господь, какую Бог делает красоту из нас, когда очищает нас через всякие препятствия. Сколько братьев прошли тюрмы, сколько братьев умерли в тюрмах, но оставались верными. Сейчас мы проходим книгу Даниила и я смотрю, неужели благословение, чтобы попасть в печь огненную и попасть к львам, неужели это благословение? Да, это благословение, это Божий путь. И многие христиане идут таким путем нелегким, чтобы Иосифу попасть в тюрьму. Это благословение и Господь благословил обильно Иосифа. Благословит и нас Господь, если мы будем доверять Писанию, будем верить, искренне верить, любить Господа и приходить на молитву. Не обижайтесь, что я всегда напоминаю о молитве. Мы приходим на сей место молиться и поклоняться Господу, благодарить и просить и Господь услышит нас. Пусть прославится Его великое имя. Воистину наш Бог велик, воистину наш Бог велик, как братья играли, великий Бог, когда на мир смотрю я. Что человек мог создать такое искусственное начало творения, ковчег искусственный, людей искусственных, но люди приходят, и это свидетельство остается для них без проповеди, видное свидетельство, и много-много христиан приходят посмотреть. Может, это будет последняя проповедь для людей, они не слушают Слово, Писание, может, увидят, и это будет для них последнее свидетельство, но мы будем молиться, чтобы было многим людям в покаянии, чтобы Господь защитил и благословил и наших детей, малых и больших, и которые родятся в нашей церкви. Пусть благословит Господь обильно нашу церковь, большую семью, будем любить нашего Господа всем сердцем и всею душою. Аминь. Помолимся. Субтитры Субтитры